18 часов в Одессе. В прямом эфире седьмого новости. В студии Екатерина Поденежная. Здравствуйте. Айворос решил унести ноги с болота реформ. Так прокомментировал Михаил Саакашвили заявление об отставке министра экономического развития Айвороса Абрамовичуса. По его словам, они вместе на протяжении последнего года пытались разблокировать экономические реформы на госпредприятиях. Также и требовали от премьер-министра Арсения Яценюка поменять весь состав руководства ОПЗ. Ответа до сих пор нет. Также Михаил Саакашвили отметил, что Одесская таможня перевыполнила план за январь почти на 124 миллиона гривен. Половину этой суммы направят на строительство и реконструкцию дорог в Одесской области. В частности, на трассу Одесса-Рене. Облгосадминистрации прогнозируют, что за год таким образом смогут отремонтировать около 100 километров дорожного полотна. Митинг возле мэрии перед началом очередной сессии горсовета обернулся потасовкой с полицией. Причиной стал активист. Он пытался пройти в здание, перепрыгнув через турникет. С собой у жителя Ильичевска оказался немаркированный газовый баллончик. Охрана передала его правоохранителям, но участники митинга попытались его отбить. Чем все закончилось? Далее сюжет. Мирный пикет перед мэрией перерос в толкотню с полицией. Началось все с попытки активиста из Ильичевска пройти в здании горсовета, перепрыгнув через турникет. Его остановила охрана. При себе у молодого человека оказался немаркированный газовый баллончик. Вызванные полицейские попытались доставить его в райотдел. Я не могу установить, какой баллончик. Может, это спецзасиб, который он не имеет права при себе носить. Решила вмешаться самооборона. Изъятый баллончик задержанный попытался передать кому-то из активистов. Началась драка. Конфликт удалось локализовать. Задержанного все-таки посадили в патрульную машину. Правда, ее тут же заблокировали. Пытались даже перевернуть. Пришлось выставить оцепление из Нацгвардии. Где в законе сказано, что мы должны отойти от машины? Вы меня толкаете. Вы стояли, а вы толкаете. Вы провокуете, провокуете. В итоге на задержанного составили протокол, взяли пояснение и отпустили. Не подписывай! Не подписывай! Сейчас мне не кроме минуты 185 статьи, что я сочинял противоправные рухи милиции. Постояв еще немного, участники митинга начали расходиться. Сергей Бандур, Нианила Бордицкая, Игорь Казанжи, 7 канал. С четвертой попытки депутаты горсовета приняли меморандум о признании Российской Федерации страной-агрессором. За решение проголосовали 45 одесских избранников из 63 зарегистрированных. Таким образом, депутаты определились с позицией относительно оккупации Крыма и боевых действий на востоке Украины. Также на четвертой сессии горсовета утвердили и новый состав исполнительного комитета. Больше знает Александр Полуев. Первая в этом году сессия городского совета началась с согласования повестки. Многие вопросы внесли с голоса, то есть депутаты уже непосредственно в зале предложили коллегам рассмотреть и проголосовать за тот или иной пункт. Затем довольно быстро принялись десяток решений. Утвердили новый состав исполнительного комитета. Всего 17 человек. Помимо уже знакомых лиц, в исполком вошел экс-председатель облсовета Михаил Шмушкович и новый зам городского головы Андрей Котляр. Перешли к бюджету. Утвердили вопрос о размещении на депозит временно свободных средств общего фонда городского бюджета. Бюджет развития мы только сегодня утвердили. И значительная часть финансирования расходов бюджета развития будет идти в марте, в апреле и так далее. Я не хочу сейчас цифры приводить, но сегодня даже по самой низкой средневзвешенной ставке 19% годовых, эти бы деньги, которые у нас просто лежат в органах косночейства, будем говорить нам, никто за это ничего не платит, мы бы заработали дополнительный миллион, два, три и так далее. То есть это как раз то, о чем вы говорите, чтобы дополнительные доходы в казну городского бюджета. Немного изменились и налоги, в частности на недвижимое имущество. Те собственники, которые имеют квартиры свыше 300 метров или жилые дома свыше 500 метров, они будут единоразово платить 25 тысяч гривен доход местного бюджета. Это уже в этом году. Постепенно депутаты дошли до одного из самых резонансных пунктов повестки. До вопроса о принятии меморандума оппозиции депутатов Одесского городского совета 7-го созыва в отношении временной оккупации Крыма, боевых действий на востоке Украины и иных посягательств на территориальную целостность Украины. Большинство депутатов поддержали проект решения. После еще целого ряда вопросов перешли к депутатским обращениям. Так, группа депутатов из разных фракций подготовили обращение к главе областной полиции с просьбой заняться нелегальными игорными заведениями. На сегодняшний день на территории Одессы функционирует не 10, не 20, а целых 85 игорных заведений. Вся это здесь документировано и, в принципе, там, ну, дойдем сейчас чуть дальше. Попадающих под запрет вышеупомянутого закона, который нагло маскируется под государственные лотереи, вводя в заблуждение одесситов заведения, имеющие сомнительные разрешительные документы и просроченную лицензию, нагло осуществляют свою незаконную предпринимательскую деятельность. Также депутаты проголосовали за обращение в Министерство здравоохранения с просьбой обеспечить городские медучреждения иммунологическими препаратами, в том числе вакциной БЦЖ. Александр Полуев, Евгений Руденко, Седьмой канал. В реке Вананевском районе нашли расчлененное тело человека. Погибший местный житель. Как считают в полиции, его убил собутыльник. Сначала зарубил топором, а затем разрезал тело, чтобы легче было избавиться. Однако это не помогло, его уже задержали. Погибшего нашли в местной речке Телегул. Правоохранители заметили в воде под мостом подозрительные свертки. Когда их достали, в шоке были даже опытные оперативники. В трех мешках находилось тщательно расчлененное тело человека. За убийство задержали жителя Ананева, подозреваемого 42 года. Он профессиональный мясник, работал на свинобойне. Следователи считают, мужчина поссорился с погибшим за рюмкой водки у себя дома. Когда началась драка, хозяин зарубил гостя топором. В ходе обшуку мы, конечно, выявили плями бурого кольора, одежда с кровью, килим с кровью. Ну, то есть было понятно, что самая эта особа скояла злочин. В полиции считают, мясник расчленил жертву обычным кухонным ножом. Но местные жители в такой жестокий поступок не верят. Говорят, их сосед – добрейший человек. Помогал им по хозяйству и почти не пил. Мы никогда не сварили, все хорошо. Он всегда всем соседам помогал. Не отказывал он это. Не знаю, мы в шоке просто. Я не то, что его никогда не видел пьяным, выпившим даже. Я никогда не видел его таким, как сказать, буйным там. Я даже от него не чувствовал мата, чтобы он заругался. Я не могу просто... Мне не верится, понимаете, что он мне такое сделает. Вот не верится в мне. Почему мясник расчленил товарища, догадывается только его мать. Пенсионерка говорит, около 10 лет назад сына сильно избили. Ему травмировали голову. И с тех пор под градусом мужчина иногда терял над собой контроль. Ну, как все могут выпить. А у него была травма головы. И он перепел чуть больше. И это все. Не знаю. На фоне этого волны. Не знаю. Подозреваемого проверят психиатры. Если медики признают его здоровым, мясника будут судить по всей строгости. Максимальный тюремный срок, который ему грозит – 15 лет за решеткой. Константин Гак, Константин Длужневский, Седьмой канал. С начала этого года более сотни жителей Одесского региона подписали контракт с Вооруженными силами Украины. Такие данные предоставили в городском комиссариате. С 1 января военнослужащим повысили зарплату. Солдат теперь получают от 7 тысяч гривен. Ольга Голодова, далее. Если вам от 18 до 40 лет вы никогда не служили в армии, но хотите стать частью Вооруженных сил, вас все равно ждут. На контрактную службу в армию набирают квалифицированных специалистов. Более сотни одесситов свой выбор уже сделали. Чтобы наши вооруженные силы стали, так сказать, подготовлены для выполнения своих задач, нам надо сберегать контрактный потенциал, который будут в армию, профессионалы своей справы. На службу ждут и иностранцев. Для них, правда, будет испытательный срок длительностью в два месяца. Обучать всех новобранцев будут в военной части на местах. Параллельно можно получать специальное образование. Много хлопцов есть патриотами. Они могут заработать нормальные деньги, допустим, на гражданки, но они хотят отстойвать часть нашей страны. И они приходят, это один из моментов, в финансовое обеспечение. Александр Харковец в 2006 прошел срочную службу в воздушно-десантных войсках во Львове. После года службы решил остаться в армии. Подписал контракт на пять лет. Потом следующий. После окончания сухопутной академии направился служить в Одессу. Мои основные завдания – это продвижение рядового сержанта Старшинского склада. То есть я с ними проводил занятия по физической подготовке, по вогневой подготовке, по строевой подготовке. В несколько разов увеличено грошовое обеспечение для военнослужащих. Так, солдат зараз отримает от 7 тысяч гривен. И далее, там командир бригада десь более 16 тысяч гривен. Кроме повышения зарплаты, военные видят еще несколько преимуществ контрактной армии. Это материальное и медицинское обеспечение. Новая форма и медикаменты, говорят, выдаются вовремя. Помочь обещает и с жильем. Ольга Голодова, Алексей Барановский, 7 канал. Греческая площадь опять уходит под землю. Провалы образовались даже на проезжей части. Деформированы также пешеходные дорожки, а в некоторых местах плитка просела на полметра. Еще когда Черный здесь выкопал котлованы, было много проблем, споров. И в принципе многие люди знают, что подземные сооружения, они очень сложны в оформлении, в вентиляции, в гидроизоляции. И, конечно, надо было подумать, прежде чем делать. То, что сделали некачественно и затрачены большие средства, ну что можно? Посочувствовать этому человеку и пожелать того, чтобы здесь было сделано так, как положено сделать, профессионально, надолго. Я отмечу, в этом месте такие изменения происходят постоянно. Напомню, под землей располагается торговый центр, который создали под видом паркинга. В Одессе продолжают сносить киоски, павильоны и другие временные сооружения уличной торговли. За последние 10 дней снесли 7 таких объектов. Два на улице Щерса и по одному на Люздорской, Фонтанской дорогах, а также на Пантелеймоновской, Тираспольской и Старосенной площади. Программу развития туризма на ближайшие 4 года также приняли на сегодняшней сессии. Приоритеты особо не изменились. Это развитие событийного туризма, например, фестивали, мероприятия в формате Open Air, на которые может попасть каждый, кому не по карману билет. А также деловой, гастро и энотуризм. Сейчас в Одессе пока больше всего украинских туристов. Город по-прежнему не теряет надежды вернуть гостей за границей. Серьезные намерения в отношении США и Канады. А в конце прошлого года про Одессу много рассказывали китайцам. Хотят завоевать и этот восточный рынок. И пока на этом все. Следить за новостями нашего канала можно на официальном сайте, в Твиттере и в социальных сетях. И если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам по телефону 726-3226. Итоги дня подведем, как всегда, в 20 часов. Оставайтесь сильным. Субтитры подогнал «Симон»